Крёстный 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 Смысле Арина Что это значит Я не могу понять А Я поняла Это ты думала, что я опознаю, как обычно Решила подстраховаться Всё, панику отменили Бабуля, вы куда шли? На кладбище с катертью дорога нет саша это правда крестная а я я вообще-то готовилась я свечи покупала как бы там в икее сейчас такая акция думала как люди поставим за здравствуйте извините пожалуйста но правильно говорить за здравие давайте наверное сначала начнем меня зовут анастасия в крещении августа ну я получается февралья очень приятно не сказала бы саша понимаешь ну августа она но она она как святая от нее даже как будто лада нам пахнет это все мои ладанки а вот ты как-то с церковью даже не соприкасалась смысле я не соприкасалась а кого летом батюшка на рейндж ровере сбил типа типа это сильно соприкасалась или шо но извините я закончила воскресную школу алин ты реально собираешься доверить ребенка человеку который в школу ходил один раз в неделю и то воскресенье ну подумай головой кто это мучил охранник поток давай иди иди говорю ну саш ну как-то в таком виде в церковь нельзя да извините у вас и юбка выше колена господи это разве проблема подержи пожалуйста это буквально секунда дела я же девочки я готова можем идти только не быстро саша иди сюда саша понимаешь это церковь там надо знать молитвы я знаю молитвы мы ясно все молитвы знаю вот этот бог дал бог взял моя любимая бог не тимошка видит немножко кто их не знает ты это не молитвы не извините пожалуйста вот вы хотите быть крестной да а вы знаете что такое крыжма конечно я знаю что такое крыжма так в теле гололед называют нет крыжма это пеленка который достают ребенка из купели да конечно на ходу мы сейчас выдумываем да а что такое она воли вы знаете знаю анатолий на древнегреческом нет она воли это рубашка для крещения вот это может доказать вообще ты сама откуда знаешь а я четверых деток крестила приехали приехали ты для нее просто очередная а для меня будешь единственная тем более что кроме тебя меня никто крестный не позовет сашенька нет ну смысле нет ну как минимум это просто нечестно ты у меня понятой было саша это не одно и то же что не понимаешь там ну надо знать как креститься я знаю я обожаю креститься ну покажи атака нельзя показывать на себе это же плохая примета а шо вообще на меня накинули что-то с допросами давайте матушку нашу тоже поспрашиваем давай так отвечай шо за кума шо под кумом не была ты была не было 1-0 что ты в этом плане да не это для тебя было а как там ромчик кстати так саша а ты не понимаешь что ну крестная это не на один день надо всю жизнь быть рядом с ребенком ничего что я рядом вообще можно сказать с самого начала да я даже при зачатии в соседней комнате была ты шо забыла 3 августе ага не ну слушайте ладно все шо то мы все разнервничались я знаю как решить все честно кому малой побежит та и крестная саш маленький он не умеет даже ходить не умеет да точно прям ну да ну хорошо я я малого поставлю в чью сторону он упадет та и крестная да ты че вообще с ума сошла извините пожалуйста вы как то так говорите малой вы что не знаете как зовут младенца младенца я знаю как зовут младенца олень чо она ну ну давай скажи боже мне сейчас вот прям обидно что ты думаешь что я не помню имя карапуза да я этому пистюку сама имя выбирала этому бабулёночку маленькому а любёночку нашему не помнишь да нет я просто думала пока время потяну как то вы ну поболтаетесь в феврале я извиняюсь мне очень мне неловко спрашивать такой вопрос задавать а вот вы извините вы хотите вот быть вот так вот крестой а вы сами когда последний раз вы в церкви были сами да я просто забембала ты сама когда в церкви была последний раз вчера приехали она только что при свидетелях сказала что вчера была в церкви последний раз получается если сегодня она снова сюда придет она кто балаболка это смертный грех так все саша августа будет крестная и точка я думала мы лучшие подруги ну ладно видно больше нет да что это твой молочный зуб Алина ты забыла о нашей зубы дружбы когда во втором классе они у нас выпали одновременно мы поменялись и поклялись да я помню Саш ты что до сих пор выносишь ну да мы же поклялись ладно пойду я только знаешь что мой отдай твой будешь моей крестной ребенка да твать вы че тут совсем уже охл**ли нет август я просто хотела что вы обе были крестные господь бог в помощь конечно все пойдем что тут есть зимка плачьи чомоли все же ночи хватало и в наших шарти всеми доме все спасибо А, заняла. Я, я извиняюсь. А шо заняла? Че шо? Не шо, а кого тебя? Вы, ну, в своем уме? Слушай, я с этого отеля, че не так? А, может, надо еще было так. Давай. А шо значит, это ваше заняла? Слушай, тапочки не стояли, полотенечко не лежало. На тебе даже камушка не стояла, значит, в свободе все заняла. Э-э-э, вы шо думаете, что можно подойти к незнакомому человеку, кинуть на него полотенце и все, он ваш? А в корсис, это ж Турция. Слышь, мальчик, заберите свое полотенце. Слушай, мальчик, пять дней отдыха осталось. Сейчас чики-пики, бомбони, они разбежали, все. Че ты? А, так а не будет никакого чики-пики, бомбони вот это вот. В смысле, а че ты сюда приехал? Просто отдохнуть. Я не собираюсь заводить курортный роман. Ой, Колумб тоже Америку не собирался открывать. Зато глянь, как там все красиво получилось, а? А шо если я женат? А шо если мне пофиг? А-а-а, я понял. Если это ваш способ познакомиться, то я вас огорчу. Он нифига не оригинальный. Да? А на баре стоять, а-а-а, по жопе дать. Оригинально? Так я так не делаю. Я делаю. Я, кстати, на бар, шо тебе взять? Я вообще-то не пью. Здрасте. А как ты собираешься трезво меня развлекать? Так я не буду вас развлекать. Ммм, значит, без прелюдий будем, да? Ну ладно, тоже ничего, попробуем. Так, женщина, заберите свое полотенце. А иначе что? А иначе то, шо я его выкину к чертям собачьим. Ммм, вкусняшка. Я думала, ты тряпочка, а ты лев. Наравишься ты мне. Ой, хорошенький. Женщина, вы не в моем вкусе. Ой, ты вот это как сын мой. Борща еще не попробовал, а ему уже не нравится. Ложий сын. Ты уже начинаешь мной интересоваться. Значит, у нас завязываются отношения. А ничего у нас не завязывается. Слушай меня, мальчик. Я как водка на баре. Разведена. Кому-то не нравится, кто-то покривится, а все равно пьют, потому шол инклюзив. Поэтому. Жди меня здесь, никуда не уходи. Женщина, если будут смотреть, скажете, что я уже заняла. Не надо ничего смотреть. Полотенце свое заберите уже. Что происходит, я не понял. Привет, Чуча. Здорово, Мачуча. Слушай, надо было номер поближе к морю брать, я еле дошел. Что ты, место занял? Да я-то занял. Но потом меня заняли. В смысле? Ну, прикинь, лежу, никого не трогаю. Проходит какая-то тетка сумасшедшая, кидает на меня полотенце, говорит, все, заняла. Что за тетка? А он на баре, глянь, в Парео дебильном. О, какая. Кто? Парео какая. Короче, я волейбольщик. Ты со мной? Не-не-не-не, я тут подожду. А ну-ка, на-ка, а ну-ка, дай-ка. А может, не? Да че не? Да не. Да не мог ты так быстро на солнце испортиться. Или мог? Иван, мне что тут, алкоголь в обратную сторону работает, а? А мать тебе ты сейчас живое. А я думала, короля медуз на берег сбросили. Красавица. Что-то потеряла? Тут на твоем месте мальчик красивый лежал. Ты его случайно не съел? Я ем только женские сердца. Понятно. Так, сердцежуй, давай полотенце. Что значит давай? Это ваше полотенце? Мое. А шляпа? Ваша? Моя. Ну это какие проблемы? Падай. Че. Нет, ты вообще кто? Я? Между прочим, я мистер отель. Ну это в прошлом году. В этом я уже сижу в жюри. Мне правда разрешили сделать свой коронный танец? Я там туалеткой обматываюсь и как мумия. Нет, нет. Короче, не буду спойлерить, чтобы не сбить кайф. Поздно. Сбил. Давай полотенце. Давай полотенце. Давай полотенце. Это не полотенце. Это как стрела в сказке. То есть, если я тебя поцелую, ты превратишься в того красивого мальчика? Непонятно, но попробовать надо. Слушай, ты суррогат мужика Быстро отдал полотенце, а то у тебя будут проблемы Это у тебя будут проблемы, когда с отеля будешь выезжать, а полотенца нет Слышь, пузырь, ты что меня пугать будешь? А ну быстро пошел в аквапарк, застрял в трубе, чтобы я тебя до конца отдыха тут не видела Вау, какая неприступная крепость Слушай, сюда Наташа Я Наташа, я Таня Вова, вот и познакомились Слушай, клеш не тянешь Да дай руку, я дам полотенце Чешешь Клянусь Сто процентов Отвечаю А вот ты попалась, наивная Татьяна Аааа, ааа, ааа, ааа 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 Че, ну че? Че, ну че? Да ну че? Да шо ты там медузу с носа выдуваешь Да все, короче Да не обижайся Да ну че, лучше иди Ну я не хотела тебя обидеть Не хотела, не хотела Слушай, шо то у тебя такой прикус знакомый? А ты в прошлом году в Египте не отдыхал? Отель «Дельфин» Владимир? Шо? Шляпу А Жост На бар На бар Багато хто бачива може чув историю про те, як дівчата в Дубаї на балконі зробили ось таке фото За законами Арабских Еміратів їм загрожує в'язниця Але наших дівчат потримали в дільниці і відпустили Ми не знаємо, що там трапилось, але думаємо, що в них був ну дуже хороший адвокат Так, ты, главное, не переживай, я уже десять наших девочек вытащила, хоть ты самая тупенькая, но тебя тоже вытащу А че та самая тупенькая? А напомню, що ти ответила на вопрос цели вашого визита в Дубаї? Подорожать Вот Поэтому сидим і молчим, я все сделаю Так і ми сразу же без разговорів требуємо переводчика, сразу же Я прекрасно знаю русский язык А как? Я двадцать лет работаю в полиції Дубаї Більшіство происшествий происходит именно на этом языке Ну що ж, начнем Да, да Ви знаєте, в чому обвиняється ваше подзащитное? Да, знаю, і сразу же хочу сказати, що она ні в чому не виновата Понимаєте, вийшло недоразумение Дівчина просто перепутала с просоння Думала, що она у себя дома в Кременчуге Вот, вийшла на балкон, а у нас це не запрещено, поэтому недоразумение А в Кременчуге такие же виды? А вы бывали в Кременчуге? Нет Потрясающе! Город обязательный к посещению Ну, ми поехали, да? Одну секунду, формальність Фото Кременчуга Вот что мне удалось найти. Это похоже на Дубаи? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, на неделю только уехали, в городе прям техногенная катастрофа началась. Отпустите нас, пожалуйста, хорошо? Простите, простите, просто хотела начать защиту с юмора. Помолчи, Таня. Так сказать, разрядить атмосферу. А напомните, в чем нас обвиняют? Распространение порнографии. Да ну ладно, да какая-то порнография. Мы просто снимали программу «Голые смешные». Смешные не успели подъехать. Опять шутите, да? А вы разве не шутите? Да ваше обвинение это просто смешно. Вы что, не видите, девочка болеет. У нее нехватка витамина Д, она просто вышла позагорать. Или у вас теперь за это арестовывают? Ну так меня закройте, я гипертоник, давайте. Ну вы же не выходите голой на балкон. Да я бы вышла. Если б знала, что это поможет, поверьте мне. Так, давайте заново. Цель визита в Дубай. Культурный обмен. Больше похоже на проституцию. А вам лишь бы проституция, да? Нет. Жаль, так бы быстрее договорились. Таня, помолчи. Вы вообще сообщили моей клиентке, что у нее есть право хранить молчание? Да не то, что сообщал. Я ее просил об этом. Еще раз напомните, за что вы арестовали эту несчастную девочку? Нарушение норм морали. Угу. Норм морали. Окей, давайте разбираться. А что такое эти ваши нормы морали? Вот когда вы видите обнаженное лицо, глаза, шею, это неприлично? Это прилично. Вот. А что такое грудь, если не глаза туловища? Что такое пах, если не подмышка ноги? Что такое попа, если не затылок живота? Вы посмотрите на эти затылки. Вы взгляните в эти глаза. Разве это некрасиво? Нет, это красиво, но незаконно. А, то есть теперь красиво у нас незаконно, да? Ну, хорошо, тогда, я не знаю, арестуйте радугу. Закройте на трое суток капли росы на свежескошенной траве. Киньте в карцер панду. Я правильно понимаю, что все ваши нелепые обвинения строятся только на том, что моя клиентка была голая? Если честно, очень рад, что вы это поняли. Так вот сейчас я вам докажу обратное. Давайте. Это что такое? Волосы. Вот. И что же получается, что затылок вовсе и не голый? Получается, затылок вовсе и не голый? Так а почему вы не смотрите на затылок, который вовсе и не голый, а смотрите на все остальное? Может быть, виноваты те, кто не туда смотрят? Может, это их надо арестовать? Да. Смотрите, протокол написан. Были голые даже без лифчика. Ага. А на вас сейчас есть лифчик? Ну, нет, конечно. Ну, тогда зачеркните, были голые даже без лифчика, напишите, были одеты, как полиция от Дубая. Вы хотите знать, почему эти 12 девочек голые? Минут 10 как? Я вам скажу, я вам скажу. Их ограбили. Поехали. Как ограбили? А вы не знаете, как грабят? Вы же полицейский. Ладно, окей, я вам и это расскажу. Значит, смотрите, стоит одна беззащитная девушка, к ней подходят два огромных мужика, достает нож и начинают ее грабить. В данном случае к 12 девушкам подошло 24 мужика. Все. Классно, ты придумаешься. Помолчи, Таня. Как вам версия? Шикарная версия, но была у четвертой подзащитной эта версия, да. Так, ладно, хорошо. Напомните мне, какие версии еще были, чтобы я не повторялась? Белье ветром сдуло, было? Да, это было у пятой. Хорошо. Перепутала сауну с балконом, было? Шикарная версия у седьмой была. О, инопланетяне. Со скрипом прошла у девятой. Зона, зона, еду я на зону. Таня, не нагнетай, помолчи, значит. Ладно, хорошо, сейчас я вам расскажу, что произошло в этот раз. Я просто не хотела с этого начинать, потому что таким не принято хвастать, но... Эти прекрасные девушки отдали всю свою одежду на благотворительность в приют для сирот. В приют для сирот? Для сирот. Прям всю свою одежду? Всю. И даже нижнее белье? Да, вы послушайте, это для вас нижнее белье, а для сирот это кружевные шапочки, это латексные шортики, это хвостик лисички на этот утренник. Ну, это все не то. Ну, есть какие-то интересные версии у вас, а? Есть. Давайте. Есть, 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 есть. Значит, все эти девушки ученые. Почему голые? А вы знаете, сколько зарабатывают ученые в Украине? Копейки сущие. Давайте, продолжайте. Вот, значит, эти девушки ученые, они приехали в Дубай на научную конференцию, и вот этим своим нью-протестом хотели обратить внимание общественности на проблему глобального потепления, которое, между прочим, происходит из-за вашей нефти. Татьяна, быстрый вопрос к вам, как к ученому. Два плюс три. Ну, смотря кого два, а кого три, конечно. Знаете что, она не математик, и вообще не обязана знать цифры. Да? А тогда кто она? Кто? Астроном. Одну секунду. Двенадцать астрономов. Двенадцать астрономов, да. Ну, вопрос тот же. Почему голые? А я смотрю, этот вопрос вам прям покоя не дает, да? Ну, извините, бросается в глаза. Бросается ему в глаза. Значит, слушайте. Знаете, иногда бывает на одежде бирка кусается. Угу. Вот. А астрономия — это точная наука. Тут нельзя отвлекаться, понимаете? Ты на секунду тогда повернулся что-то почесать, и все, комета и пролетела, понимаете? Быстрый блиц, Татьяна. Татьяна. Да, давай, быстро. Большая-маленькая. Грудь. Туманность. От кальяна. Млечный. Зуб. Вопросов нет, Татьяна. Ну, раз нет вопросов, поехали. Стоять. Да, слушайте, ну почему голый мужик может курить на балконе, а голая женщина там даже постоять не может? Да потому что законы у нас в стране такие. Так а может пора поменять эти варварские законы? Да, вы можете ее арестовать. Да, вы можете бросить ее за решетку. Но тогда вы навсегда останетесь маленьким арабским полицейским. Но если вы пойдете против системы, если вы ее поломаете, у вас есть шанс стать настоящим арабским героем. Таким как... Таким как... Аладдин. Нет, я, пожалуй, останусь полицейским. Да, правильно, правильно, правильно. Служба превыше всего. Да, да, да. Служба превыше всего. Но именно поэтому, именно поэтому вы нас поймете, коллега. Почему это мы с вами коллеги? Ну, вообще-то это секретная информация. Но все эти девушки работники секретной спецслужбы. Шпионы. Шпионы. Можете проверить ее телефон, у нее там по-любому будут фотки с МВДшниками и СБУшниками. А вот это реально. А вы знаете, я вас отпускаю. Серьезно, можете идти. Это не шутка, да-да. Я же говорила. Но это не потому, что я считаю вас невиновной. Мне просто интересно, как вы будете защищать финальную, 12-ю, подзащитную. Предоставьте это мне. Пусть заходит. Ну давайте, сдавайте ваши вопросы. Телевизи там в Дубае. Пусть заходит. Пусть заходит. Вовочка, ну шо ты уже, вдягнулся? Вот так! Ну, я нормально встретил в этом весельном салоне. Вау, как стукня, миссис! Вовочка, це все дуже прикольно, але йди напевно, що вдягни весельний костюм. Я вже в ньому. Дякую. Вова, у нас не шкільна фотосесія, де дівчатка принцески, а хлопчики ковбої. Катюш, ти замовила ресторан, який ти хотіла, ти замовила їжу, яку ти хотіла. Я хочу цей костюм. Вова, ми після весельня їдемо в собор на вінчання. Я Бога поважаю, в храм стволами не зайду. Окей, ну скажи, будь ласка, як ти бачиш наше веселье? Ха, дуже просто, дуже просто. Ти стоїш біля вівтаря. Я заходжу в храм. Що всіх шуту, що всіх свуту? Що всіх шуту. Бачу тебе. В мене лас, що! У ууй, уу, уу! Вважає! Тара-ита- та-та, та-та-та, та-на-та-та-та! Ті, подивіться, яку я кабилку заорканив. Яка нахрен кобилка? И что в тебе с ногами взагалі? Это я штани растягиваю. Как выявилось, не так легко найти ковбозький костюм на дорослу людину. Вовочка, иди, будь ласка, одягни весельный смокинг. Я тебя очень прошу. У нас не має часу, нам треба репетировать танец. Який танец? Ну, мы будем танцювать новый танец. Потому что под наш нудный варс, наш танец не подходит. Добре, скажи, что ты еще и ведущего изменил. О, так. Наше веселье будет вести грязный Джордж. Дай здогадаюсь, это дядя Жора в своем? Так. Вова, мне очень интересно, а в твой котелок, в этой ковбозькой шляпе, не приходила думка, что мы будем выглядеть, ну, досить дивно. Да мы даже не гармонично будем выглядеть. Ну и? Через то я взял вот эту хрень. Моя скво. Хорошо. Вова, або ты идешь втягаешь весельный смокинг, або ніякого весельного не будет. Уверь мне, если я переодягнусь, это будет выглядеть максимально дивно. То есть, это еще не все. Ну, уявляешь, ты стоишь в весельной сухне, очень хорошей. Я в смокингу и с каньком. С каким нахреньем? Пррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Катюш, последний аргумент. Раз, два, три, два, один, гоу! Что вообще придумал эти спортзалы на втором этаже делать? Физкульт, привет, тренер! Рядовая Агатун готова продолжить неравный бой с лишним весом. А что ты делаешь? Я собираю вещи. Меня уволили, потому что я не справилась с работой. В смысле? Я только что на обед уходила, все же нормально было. Это как раз одна из причин, что во время часовой тренировки вы умудряете сходить на обед. Успокойся, все, давай продолжаем. Давай продолжаем. Вам назначат нового тренера. А если я не хочу никакого нового тренера? Может мне с тобой комфортно? Вот это только не реви, потому что когда плачешь, так на моего тренера по стрип-денсу похоже. Хорошо. За что конкретно тебя увольняют? Конкретно за то, что вы сейчас весите на 6 килограмм больше, чем когда пришли к нам. Делов-то. Так если проблема в портфолио, я не знаю, возьмите мою фотографию сейчас как до, а старую как после. Так дело не фотографии. Результатов нет. Да, потому что вначале всегда сложно. Вначале? Вы уже полгода к нам ходите. А ты что? Думаешь, Веростюк тоже стал сразу самым сильным человеком на планете? Он был обыкновенный 100-килограммовый восьмиклассник. Но человек не опустил руки, пошел дальше, потому что главное дисциплина. Так у вас ее нет. Вы даже сегодня опоздали. Я просто зашла в ваше кафе, вот это взяла фитнес-батончики. Ну вкуснятина просто. А их вечно разбирают. Так вы и разбираете. Ну да, думаю, возьму сразу. Чего я буду бегать туда-сюда? Действительно, вы что-то не бегать пришли. Слушай, меня в конце концов тоже есть за что похвалить. За что? Смотри, ты прописала мне питание на неделю. А я с ним за два дня справилась, а? Кто молодец? Я молодец. Да вы же ничего не делаете, чтобы похудеть. Вы даже этот фитнес-браслет не носите. Я? Я ношу. Я носила. Вот тебе крест я носила. Пока он еще на руке сходился. А сейчас он просто с собой. Он всегда есть. Все считается. Ой, хорошо. Покажите мне активность. Я про активность на браслете. Надо сразу сказать. Вы в субботу сделали только один шаг? Как? Я просто собралась пойти в Макдональдс. И резко передумала. Да, шаг один. Но ты чувствуешь, какой он важный, а? А вот смотри. Вот, смотри. Четверг я сделала. 44 тысячи шагов. А? А я знаю почему. Четверг ваша собака украла у вас браслет. Вы тут ходили, всем рассказывали. Все, пожалуйста, дайте мне спокойно уволить. Ну ладно, ну все, я осознала. Просто не хочу, чтобы из-за моих ошибок увольняли хорошего специалиста. Поздно. Катя, вы еще здесь? 1054. 1055. Вот это разминочка перед тренировкой. Сейчас вернем тебе работу. Катя, я спрашиваю, вы еще здесь? Да, Катя здесь. И мы очень интенсивно занимаемся. Я прошу прощения, но Катя уволена. Вы не переживайте, мы подберем вам другого специалиста. А шо не так с Катей? Она слишком хороша для вашего потного царства, а? Понимаете, простая проблема в том, что результаты Катиной работы не видны. Конкретно на вашем примере. Так, может, дело не в Кате? Может, дело в вашем зрении? Потому что результаты есть. Правда. Да, может, визуально их не сразу заметишь. Но я в душе себя чувствую пушинкой. Мне хочется бегать, прыгать, веселиться, танцевать. Нырять, выныривать. В общем, энергия и масса. Я вижу. Ну, масса не в смысле мяса. В смысле много. Вот мы сейчас интенсивно размялись и переходим работать на маты. Ой, знаете, к сожалению, мы убрали маты из зала. Что, все? Абсолютно. Так мы тогда пойдем на скамеечку вот эту для штанги. Скамейку мы тоже убрали. И вообще, знаете, вы, наверное, больше не будете спать у нас в зале. Понимаете, вы просто ходите к нам уже полгода, они выучили даже элементарные упражнения. Я? Я все знаю. Ну, покажите. Пожалуйста, что показать? Ну, давайте упражнение с мидболом. Мидбол. Мидбол. Мяч. Мяч, мидбол. Катя, принесите, пожалуйста, мидбол. Вы все-таки мой тренер. Я не хочу забирать ваш хлеб. Тем более хлеба я не ем. Мидбол. Так это же я, это мой любимый мидбол. Кто на воротах? Так, с мидболом все понятно. Хорошо, давайте попробуем жим лежа. Лежа. Это уже надо... Не надо показывать, не надо. Просто расскажите, что это. Жим лежа. А вы сейчас все правильно сказали? Ну, да. Жим лежа? Не жим, Кэрри? Так вы серьезно, что ли? О, боже мой. Ну, хорошо, давайте попробуем какие-то, может быть, тренажеры. Давайте, любые тренажеры. Давайте начнем с тренажера по гиперэкстензии. А что вы начинаете гипер? Давайте с какой-то маленькой экстензии начнем. Обычно маленькой экстензии. Давайте начнем уже хоть с какой-то, пожалуйста. Первый раз, видите? Че-че-че-че, он родной мне, как брат. Я с ним все время занимаюсь. А что вы делаете? Проверяю, как он закреплен. Знаете, техника безопасности. Вы за технику не переживайте. Давайте. Можно подсказочку? Это как-то связано с гинекологией. Вы серьезно, что ли? Шучу, шучу. Юмор, шутки, спорт. Три моих кита. Нет. Что исследовало доказать? Просто у вас миллион этих тренажеров. Я че, о каждом должна все знать? Вот Катя тренер, она мне помогает, она очень хорошо справляется. Ну я согласна, у нас в зале и правда очень много тренажеров. Хорошо, давайте что-то несложное. Покажите, как вы работаете с бодибаром. А бар это... О, боже мой, бодибар это вот это вот. А я сразу его узнала. Я ж в баре только с ним и работаю. Катя, у вас еще остались вопросы, почему вы уволены? Вы не можете уволить тренера, который сделал мне стальной пресс. Прям стальной. Ударь. Послушайте, я не буду вас сбить. Ударь там каменюка. Я не буду вас сбить. Ударь, а то я ударю. Можно попробовать. А что вы делаете? Отпустите, пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Хочешь еще Катьку уволить? Да, и вам запрещу посещать спортзал. Что? Да как вы можете такое говорить? На ваши ж залы только, на таких, как я, держатся, да? Это ж такие, как я, покупают годовой абонемент и спустя две недели прекращают ходить. АПЛОДИСМЕНТЫ На таких, как я, ваши бары работают в плюс. Потому что мы покупаем не просто водичку, а берем килограмм протеина со вкусом банана. И не для результата, а потому что килограмм со вкусом банана. Это только такие, как я, приходят в зал, чтобы сделать фотографию, выставить сториз. Потому что не было сториз, не было тренировки. Не, ну если вы так настаиваете, Катя, работайте. Катюха, с возвращением. Я сейчас быстро перекурю и продолжим, хорошо? А после такого я сама закурю меня, подождите. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Збоку такая профессия, как видеоблогер, выглядит как что-то не очень серьезное. Ну, подумаешь там, снимаешь, выкладаешь, зарабатываешь деньги. Но, на самом деле, это очень сложная профессия, как и много других. Отже, день народжения, инстаблогерки. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно? Готов? Да? Да. Уже 12.02, а никто из моих друзей меня так и не поздравил с днем рождения. Неужели в свое 25-летие я буду отмечать одна? ПОЗДРАВЛЯЮЩЕЙ! Ау, боже, как неожиданно и приятно. Здесь собрались мои самые родные, самые близкие люди. И ты, и ты, и твоя мать. Толстый. Тебя как зовут? Владимир Бздонский. Ты нафига эту водолазку надел, придурок? Ты еще не знаешь, что в инстаграме сиськи показывать нельзя? У меня нет другой. У него нет другой. Викусь, все нормально, я потом на эту зеленую тряпку на графике тела нормального человека поставлю. А, да, так можно? Так, стань давай. Так, давайте улыбаемся. А я не понимаю, а что так сложно отыграть красивых, улыбчивых, преданных друзей, а? Бараны! Я вас наняла для того, чтобы мы сняли красивый, качественный контент, так что соберитесь у тырки. Давайте дубль через минуту. Стасик, а что там по фону? Да что по фону, Викусь, что по фону? Ну, посмотри, отвратительно. Ты можешь попросить всех, ну, я не знаю, сделать городские лица? Ну, вот в желтом. Если она улыбается, пусть перестанет. Или что с ней, а? Вот пусть поменяются местами. Вот, стой, с синей вдовой. Да. Махнитесь. Так, все, давайте дубль, через минуту соберитесь. Господи, как стыдно. Меня последний раз так орали, когда я на клубнике в Польше был. Ну, там хоть не так обидно, потому что на польском непонятно ни фига. Ну, слушай, а что ты вообще жалуешься? Стой молча и работай. Ага. Легко говорить, когда тебе платят на 200 гривен больше. Понятно, у меня даже текст есть. И еще они и подписчики знают. Смотри, что про меня в комментариях пишут. Норм, телка. Что за телка? А где это прыщевая телка? Я очень хайпую. Ай, нет. Игорь, ты готова? Я готова. Вы готовы? Сейчас. 23, 24, 25. Готовы. Блин, уже 12.09, а никто из моих друзей меня так и не поздрал с днем рождения. Да чтоб ты сдох, блин. Благодарю. Давайте еще раз. Блин, уже 12.10. Уроды, соберитесь. Блин, уже 12.10, а никто из моих друзей меня так и не поздрал с днем рождения. Поздравляем! О боже, посмотрите, меня пришли поздравить даже звезды. Спасибо, Катюша. Пожалуйста. Что ты делаешь, идиотка? Ты чего в камеру смотришь? Я просто подумала. Подумала? Тебя думать сюда звали? Тебя позвали, потому что ты немножечко со спины похожа на Катю Асачо. Так что вот вернись, заткни пещеру и замолчи свой мой. Я так понял, переснимаем? Да, правильно ты понял, переснимаем, давайте. А можете мне поставить четкую актерскую задачу? Кто я? Ты подруга. Нет, подождите, подождите. Я какая подруга? Ну вот такая, что мы на горшок вместе такими малышками ходили. Или такая, что мы год назад поехали в Кирилловку, познакомились на баре, напились, влюбились в одного парня, потом из-за него подрались, а потом поняли, что мужики, это не важно, и снова помирились. Мне очень важно для образа, вот какая я. Пшел вон. После всего, что у нас было в Кирилловке. Пшел вон, отказала! Пшел вон отсюда! Так, вы мне с ума сведете, а ну да я посмотрю, нормально хоть выгляжу. Ну вот, довольны? Довольны, у меня из-за этого ора капилляры в глазах полопали. На и подписчики подумают, что я накурилась с самого утра. А я это собиралась делать после того, как мы снимем это видео гребанное. Я говорю, успокойся, я все сделаю, я смонтирую. А я не понимаю, а что ты меня успокаиваешь? Что ты такой успокоен, Стас, если видео должно выйти ровно в 12.30? А почему 12.30? Мне тебе надо все объяснять. Потому что ровно два часа тому назад Эктор Хименес Брау выложил в сеть новый рецепт супа, который все приготовили, поели, и с минуты на минуту пойдут в туалет. И тут, опа, мы самый пик просмотров. Класс. Поэтому у тебя 6 тысяч подписчиков. Да вот именно. Так, все. Так, соберитесь. Вам всем понятно? Все понятно? Нет, не понятно! Вы что себе позволяете? Вы что с нами так общаетесь? Ты прав, прости, пожалуйста, прости, я погорячилась, извини. Все, ну бывает, нормально. Да, давай ты сейчас успокоишься, расслабишься, только перед этим пойдешь нахрен отсюда. И вернешь бабки, которые я тебе заплатила за это все. Я уважаемый артист! Значит, слушай сюда, артист. Ты снимался в сериале «Пес». Тебя за 200 гривен собака в ногу сжахнула. Не знаю, значит. Так что давай, стой и не скули. Господи, я не понимаю, Стасика, почему мы не можем сделать так, как договаривались? Типа я сижу такая на унитазе, встаю, а там такой торт с свечками. Викусь, это было у Горбунова. О! А давай мы найдем котика, который будет мяукать. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Викусь, подпишись на Горбунова. Блин, чего у него не было, этого Горбунова? Викусь, у него не было, чтобы к нему на день рождения пришли реальные друзья и поздравили. Ладно, все, соберитесь, давайте. Нет времени, опаздываем. Начнем с вопросик по мне. Все хорошо, нет никаких поправочек. Честно? Честно, клянусь, думала ты торшер. Давай ты встанешь вот там вот и не будешь меня пугать. Пожалуйста, все, давайте сразу поздравляем. Мы опаздываем. Давайте. Поехали. Поздравляем! Ура! Это что такое? Я когда нервничаю, у меня ладошки просто потеют. Ладошки у тебя потеют? Ты рукосрак, блин. Ты ничего сделать не можешь. Давайте, блин, тырки. Соберитесь. Ну, времени нет. Давай, давай. Сразу поздравляем. Поехали. Поздравляем! О, вау! Боже, как приятно. Меня пришли поздравить мои лучшие друзья. Бегусь, а мы все твои лучшие друзья. Кто? Кто, идиотина? Кто? Стол, стул, вазон. Кто мои лучшие друзья? Да, в конце концов, вы меня сами вот сюда поставили. Я изначально репетировала. Вот здесь вы меня переставили вот сюда. Аааа. Так это, получается, я еще и виновата, да? Кто привел сюда эту конченую? Кто привел ее сюда, я спрашиваю? Молчим, значит, хорошо. Значит, ты пословон отсюда. А с вами продолжим. Доча, я не могу потерять эту работу. Блин, свою следующую историю из психушки буду записывать. Давайте, быстрее. Все, времени нет. Давайте, начинай. А, Викусь, Викусь, иди сюда, глянь. 12.31. Все, не успели. Ааа! Ну, почему вы такие уроды, а? Ну, вы что, не понимаете, как мне было тяжело выбрать день, в который ни у кого из звезд нету дня рождения? Чтобы сразу попасть в топ дня. Стас, ты вообще снимаешь какие-то уроды? О, ты играешь? Угу. У меня же все по минутам расписано было. Ну, хоть салют сними, он проплачет. Класс, класс, класс. Класс! Продолжение следует...